Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня среда, мы продолжаем выпуск программы «Среда с Тиграном Авакяном». Здравствуйте, господин Авакян! Здравствуйте, Мышель! Добрый день! После нашей прошедшей беседы очень много событий произошло вокруг Украины. Давайте начнем с визита европейских лидеров в Киев. К чему приурочен был данный визит, и так как он был не один? Что удалось получить Украине во время этих переговоров? Данные визиты являются частью глобального внешнеполитического мейнстрима по поддержке Украины со стороны союзников. Это важнейший сигнал, который показывает то, что Украина продолжает оставаться главным приоритетом внешней политики Европейского Союза, Великобритании. И подобная поддержка имеет не меньшее значение, чем поставки вооружения. Тем более, что данный визит и увиденное лидерами европейских государств быстро усилило процесс поставки вооружений со стороны стран континентальной Европы. Есть достаточно большой список, он доступен в сети пользователям интернет касательно вооружений, которое будет поставляться в Германии. Это достаточно существенная помощь вооруженным силам Украины. И последующий визит премьер-министра Великобритании совместно организовал такой очень серьезный пул, который оказался очень важным сигналом, в том числе и для России. То, что Украину поддерживают, Европа с Украиной, и это очень важно со всех точек зрения. А как вы думаете, почему пример Британии Борис Джонсон приехал отдельно от европейских лидеров? Ну, дело в том, что, да, Британия является страной, которая наиболее масштабно политически поддерживает Украину. Неуклонно и очень серьезно и стоит рядом с Украиной. И Британия всегда себя позиционировала отдельно от стран континентальной Европы. И я думаю, это было стремлением еще раз подчеркнуть свою внешнеполитическую самостоятельность для того, чтобы очертить свой визит как эксклюзивное событие. Не знаю, следили вы за форумом в Петербурге? Но если вы читали новости, то должны были заметить, что даже в рядах ОДКБ и ЕАЭС есть раскол. Мы наблюдаем, как при присутствии в физическом Путине, Путина, простите, тот же президент Казахстана Такаев при нем объявил, что Казахстан не собирается признавать никакие там Луганские, Донецкие, Южные Осетии, Абхазии. Как вы думаете, сможет ли проглотить такой плевок в лицо Владимир Путин? Сможет, конечно, сможет. Дело в том, что Китай поддерживает Казахстан, и Путин никогда ничего не сделает без разрешения Китая в Казахстане, а Китай такого разрешения Путину не даст. И также, в принципе, мы должны понимать, что Соединенные Штаты окажут также Казахстану всеобъемлющую поддержку в случае каких-либо агрессивных действий. И у Путина нет сил воевать на два фронта. Но уже начались проблемы с транспортировкой энергоносителей из Казахстана, и Россия будет пытаться максимально создавать проблемы Казахстану. Это традиционная российская политика, потому что ответить Россия должна, так как это в рамках того, как действует Россия. Но что-либо сделать серьезное нет, потому что есть Китай, а Китай никогда ничего не даст такого разрешения делать что-либо в Казахстане, так как рассматривает Казахстан как исключительную зону своих интересов. Ну, помимо Казахстана уже маленькая Литва осмеливается перечить Путину, перекрывая транзит внушительного перечня товаров в Калининград, на что уже звучат угрозы по ударам по центрам принятия решений. Хотя не называются, что за центры принятия решений подразумеваются, но мы понимаем, что, скорее всего, имеет в виду именно Европу, либо Вашингтон тот же. Но пока что это только слова, на действиях по факту никакого подтверждения мы не увидели, и, может, и не увидим. Ну, дело в том, что, да, Россия, были высказаны мнения, что они могут пробить Суваловский коридор, это по южной, это границу небольшую между Литвой и Польшей, но Россия не способна решить свои вопросы в Украине, а о конфликте с НАТО и речи быть не может. То есть у России нет на это сил. И это не просто ускорит, это закончится очень быстро тотальным поражением Российской Федерации. Поэтому это всего лишь угроза, и за Литвой стоит весь цивилизованный мир, и самое главное НАТО, и было заявление Соединенных Штатов о том, что Соединенные Штаты вместе с Литвой. Поэтому все останется на уровне угроз, к которым никто серьезно относиться не будет. Мы видели, как Пентагон и Министерство обороны Германии опубликовали список, которые поставлялись вооружения в Украину. Насколько они совпадают с реальными данными, и что-то еще остается, что должны они поставить? Понятно, что поставки продолжаются, но пока что наступление еще идет у российских войск, хоть и медленно, но пока еще они осмеливаются предпринимать продвижение на северной части, в Луганске. Сколько еще вооружения ждет Украина от Запада, чтобы перейти уже к более серьезным, ожесточенным действиям в отношении российской армии? Я отвечу по-другому. Дело в том, что по планированию поставок, я думаю, что насыщение вооружениями должно состояться в начале осени. Соответственно, от насыщения вооружений для того, чтобы можно было не только создать паритет, но и превзойти Россию по плотности огня. А мы говорим об артиллерийском вооружении, потому что Украина не сможет достичь паритета с Россией, если мы говорим о военно-воздушных силах. Поэтому мы можем говорить об артиллерийском вооружении. И именно плотность артиллерийского огня сможет остановить наступление Российской Федерации, так как говорить о достижении паритета касательно бронетанковых сил это тоже невозможно в такие короткие сроки. Поэтому самое главное, что нужно стране, и что будет поставлено, это артиллерийское вооружение, безусловно. Это гаубицы. Я рассказывал уже о модификациях этих гаубиц. И они успешно поставляются, войска, и готовится персонал, и в принципе поставляются РСЗО, и успешностью действия Украины можно видеть удары современными ракетными системами залпового огня по острову Змеины, где фактически уничтожена вся российская инфраструктура и российские вооружения, и российские склады. Но мы видели, как на днях уже есть удары со стороны Украины по вышке, нефтяной вышке в Черном море, а также сегодня утром мы получили видео, где видно, как баражирующие дроны ударяют по НПЗ в Ростовской области. Руки Украины не такие уже короткие, получается? Нет, конечно, они никогда и не были короткими, и все службы, в том числе специальные Украины, они действуют очень эффективно и за пределами государства. Касательно удара по так называемым вышкам Бойко, это украинская собственность, которая была захвачена бандитским путем со стороны Российской Федерации и использовалась. То есть это, в принципе, сейчас Украина, нанеся удар, не позволяет воровать природные ресурсы, как это делала Россия. Тем более они даже не находятся в территориальных водах Крыма. Получается, это ответ на вот того, что Россия мешает вывозу украинского зерна? Я бы сказал, что это системная работа по защите национальных интересов военными средствами. В принципе, то есть это все будет продолжаться и только нарастать. А насколько вы видите правдоподобными, что Россия и Украина могут вести переговоры на территории Турции по поводу вывоза из украинских портов зерна? Сложно комментировать. Это достаточно тонкий процесс. И для этого нет достаточной информации ни у кого, как это все может происходить. Поэтому все возможно. Все возможно. Дело в том, что есть интересы не только России и Украины. Есть интересы мирового сообщества. И, в принципе, мы понимаем, что огромному количеству людей в мире грозит голод. И нужно будет находить какое-либо консенсусное решение в этом вопросе. Пока что Россия продает, пытается продавать украденное зерно, украинское, захваченное. Вот что делает Россия. Украина, безусловно, из-за закрытой акватории Черного моря очень большие сложности. Потому что Украина может использовать только Дунай в качестве водной артерии. Получается, западным партнерам все-таки придется немножко активизировать свои связи, чтобы мир не остался без зерна, без хлеба? Прошу прощения. Нет, ну это комплексный процесс. Переговорный процесс идет постоянно. Безусловно. Господин Авакян, а вот есть ли какие-либо подвижки по поводу получения статуса кандидата в Европейский Союз, в члены Европейского Союза? Мы знаем, что на днях вроде должны как раз опубликовать решение. Даже Венгрия пошла на компромиссы и готова не мешать этому процессу. Молдова тоже на очереди. И Грузия немножко обиделась, конечно, что ей не дают такой статус. Ну, дело в том, что есть, можно говорить о компромиссе касательно Украины. Вот. Я думаю, что тенденции позитивные и шансы очень высоки, что Украина получит статус кандидата. И это нужно не только Украине, это нужно Европейскому Союзу. Это будет моральной победой на данный момент времени? В том числе. В том числе. Это очень важно. Это очень важно показать, что Украина есть и формально юридически частью Европы. Потому что исторически, культурно, ментально понятно, что это так и есть. Но это очень важные правовые механизмы. Не только на словах, но и на деле. Это дополнительно как-то воодушевит украинский народ? Как вы думаете? Украинский народ воодушевит еще большая поддержка Европейского Союза Соединенных Штатов и Великобритании. Дело в том, что украинскому народу нужна победа и мирная жизнь. А победа – это прекращение боевых действий со стороны Российской Федерации. Невозможность ведения данных боевых действий. Дело в том, что мирная страна, которая жила своей жизнью до 24 февраля, и которая каждый день теряет большое количество своих граждан, уничтожается инфраструктура, нарушаются экономические процессы. Страна хочет мира, но путь к этому миру лежит только через военную победу. Исходя из психологии введения геополитических действий со стороны Российской Федерации. Нет ли усталости в Украине от этой войны? Усталости есть всегда и у всех от любой войны. Людям свойственно уставать, а с линией гражданского населения и военной. Но у Украины нет никакого выхода, потому что ослабление своих позиций будет означать возрастание вероятности военного поражения. Поэтому страна очень мобилизована и страна ведет бой. Мы видели, как российская пропаганда говорила о том, что европейские лидеры заинтересованы, чтобы Украина согласилась на какие-то территориальные уступки. Есть ли какая-либо почва под этим, либо это, как всегда, только пропагандистская машина России? Во время последних визитов подобные вопросы не обговаривались прилюдно, то есть не было подобных мессенджей. А если подобных мессенджей не было, то, соответственно, понятное дело, что разбираются различные варианты, но подобного давления не может быть, так как все понимают, что любые уступки Путину – это продолжение войны через пять лет, когда Россия соберется с силами и снова пойдет вперед. То есть это понимание есть, как у Украины, так и у всего цивилизованного мира? Да, конечно, это понимание есть, потому что отсрочка войны – это не значит прекращение войны. Любая приостановка боевых действий – это сейчас, тем более на условиях удобных России, это всего лишь отсрочка, и это будет время для того, чтобы Россия подготовилась для новой войны. Потому что война и воссоздание империи – это главная суть теперешней России. А как вы думаете, насколько реально, что мир откажется от ядерного оружия, чтобы в дальнейшем ни у кого в уме даже не была мысль угрожать как ядерным оружием, так и шантажировать его применением? Ну, я думаю, что на данном этапе это невозможно, но если бы это произошло, это было бы лучшим решением для человечества. Потому что призывы как раз уже звучат такие, если я не ошибаюсь, то со стороны Казахстана. Да, лучшим решением для человечества, но даже если этот процесс начнется, это процесс десятилетий. Спасибо, господин Авакян. Я напоминаю, что с нами на связи был по видеосвязи доктор политических наук Тигран Авакян. Спасибо большое. Спасибо. Спасибо вам, господин Авакян. Спасибо. До свидания. До встречи. До свидания. Подписывайтесь на канал Национального демократического полюса в YouTube.